Девушки отдыхают В этом выпуске программы «Японская жизнь» мы познакомимся с некоторыми достопримечательностями. Начнем мы наше путешествие здесь, в святилище Цукусима. Этот остров во внутреннем Японском море особый. С древних времен Мейдзима почитается как священный остров. В переводе с японского Мейдзима – остров храмов. Местный храм Цукусима посвящен трём морским богиням. На подходе к святилищу – ярко-красные ворота Тории. Через эти ворота мы входим на священную землю. Храм стоит на воде, и раньше люди проплывали через ворота Тории на лодках. Храм восходит к XII веку и включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В течение столетий простым людям было запрещено ступать на священную землю острова. Весь остров целиком почитался как священный, обожествлялся. Здесь было запрещено жить, строить дома, вести хозяйство. Мы продолжаем путешествие по островам Внутреннего Японского моря. И наша следующая остановка – остров Хонсю, городок Ономити, известный живописным маршрутом Симанами-Кайдо, соединяющим Хонсю с островом Сикоку. Члены местной велоассоциации еженедельно проводят здесь гонки. Те, для кого скорость не главная, едут не спеша, впитывая красоту пейзажа и архитектуры. Протяженность маршрута – 70 километров. Для велосипедистов это рай. Просто здорово. Среди жемчужин, открывающихся глазу велосипедистов – мост Татара, строительство которого шло 9 лет. И завершилось в 99-м. Элегантное стальное сооружение высотой в 220 метров. Пересечь его способны лишь те, кому высота ни по чем. Когда я проезжаю по этому мосту, мне кажется, будто я лечу. Путешествие по островам продолжается следующая остановка Наосима, прозванный островом искусства. Всего несколько десятилетий назад остров был тихим пристанищем рыбаков. Сегодня сюда едут туристы со всего мира. Объект их интереса – Бенесса Артсайт, который объединяет музей, посвященный современной скульптуре и живописи, с фешенебельным отелем. Приезжая сюда, гости сразу попадают на выставку. Все окружающее пространство – один большой экспонат. Благодаря усилиям известного архитектора Тадаланда. Мы думали о пейзаже внутреннего моря, спрашивали себя, как лучше вписать архитектурное творение в эту мягкую природную картину, как сблизить искусство, природу и человека. Мы стремились не нарушить естественной красоты пейзажа. Мы хотели, чтобы архитектурные произведения проступали через эту природную раму, чтобы одно дополняло другое. Идеальный пример такого продуманного подхода и стремления к гармонии – музей Чичу, что в переводе означает «подземный». Основная часть здания действительно находится под землей. Уникальное пространство было создано для показа небольшого числа шедевров, среди которых несколько работ Клода Мане. Когда мы создавали залы для работ Мане, то спрашивали себя, а как бы сам художник представил свои картины? Наверное, он предпочел бы для них естественное освещение. Это определило философию нашей композиции. Архитектура здесь вписывается в пейзаж, а современный образ жизни органично встраивается в древние традиции. Дети, живущие на острове, имеют возможность общаться с приезжающими сюда художниками. Может быть, кто-то из малышей решит в будущем посвятить себя творчеству. Наши путешествия подходят к концу. Мы побывали в зимнем Нагане и завершили поездку красотами внутреннего Японского моря. Выпуски цикла «Японская жизнь» можно найти на сайте Ebro News. Спасибо и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова